в сфере профессионального образования. О ее плюсах и минусах в репортаже с Кирманты Бальчуте. Об этих и других событиях далее. Сегодня 13 января. Ровно год прошел с того момента, как массовый митинг на Домской площади перерос в погромы Сейма и близлежащих улиц. Напомню, в тот вечер толпа кидала в здание парламента булыжники и разбивала в нем стекла. Протестующие вели себя настолько агрессивно, что среди пострадавших оказались даже полицейские. Впоследствии политологи и социологи прогнозировали повторение январских событий. Вначале сообщалось, что беспорядки могут повториться летом, затем осенью и зимой. Впрочем, министр внутренних дел Линда Мурница неоднократно заявляла, что правоохранительные структуры держат ситуацию под контролем и подобное уже не повторится. А вот мнения экспертов разделились. Одни считают, что погромы могут произойти снова, а вот другие полагают, что протесты уже давно носят тихую форму. Люди уклоняются от уплаты налогов, эмигрируют и переносят производство за рубеж. Тем не менее, один митинг сегодня в Риге все же прошел. О том, как он прошел, расскажет материал моей коллеги Эллы Семеновой. Итак, повторюсь, что в данный момент мы показываем кадры, которые были сняты буквально час назад. Это кадры, снятые около здания Банка Парок. Собщество антиглобалистов организовало пикет. Эти люди не согласны с процессом, с тем, как было проведено перенятие банка из частных рук в руки государственные. Ну а какова обстановка в Старой Риге в данный момент, об этом узнаем прямо сейчас у моей коллеги Виты Елениной, которая в данный момент находится с нами на прямой спутниковой связи. Здравствуйте, Вита. Скажите, какова обстановка в данный момент в Старой Риге и на Домской площади? Добрый день, Дмитрий. Точнее, вечер. Ну что сказать, сейчас я нахожусь на Домской площади. Здесь все тихо, спокойно. Патрулирует полиция. Вот вы видите за моей спиной два бусика, сотрудники полиции. Проходят мимо люди, прогуливаются просто. Где-то вот рядышком в кафе сидят, люди отмечают какой-то праздник. И, в общем-то, все тихо, спокойно. Как сообщают в полиции, никаких непровокаций, никаких ЧП не было. А та акция, которая проходила сегодня около нового здания Парексбанка, она уже закончилась, как тоже сообщили ее участники. Так что пока что все спокойно. Вита, информагентство сегодня неоднократно сообщали, что, дескать, полицейских и журналистов относительно самих участников акции, полицейских и тех, кто освещает эти события, гораздо больше, чем тех, кто в них участвует. Правда ли это? Да, Дмитрий, я соглашусь с этим, так как действительно акция почему-то не привлекла большие массы людей протестующих. Хотя это, в общем-то, мирная акция и вроде как народная тема, перенятие Парексбанка. Но действительно было достаточно мало протестующих и действительно больше прессы и полицейских. Говорят же о том, что вот сейчас происходит еще в Старой Риге, на Домской площади. Хочу сказать, что некоторые участники, правда я признаюсь честно, я не видела, чтобы они там присутствовали на акции, это молодежь. Они сейчас вот потихонечку собираются в маленькие группы. И одни молодые люди буквально за несколько минут до прямого эфира подошли к нам и спросили, будут ли какие-то здесь проводиться акции, не будут ли тут повтора 13 января прошлого года. Но, в общем-то, они признавали, что холодно и говорили, что один в поле не воин. Поэтому я думаю, что это просто, наверное, интерес молодых людей посмотреть, что же будет, как проходит сегодняшняя 13 января, ведь это годовщина погромов. Но полиции здесь очень много, поэтому я думаю, что никаких ЧП не должно быть. Дмитрий? Спасибо, Вита. И так напомню, на прямой спутниковой связи с нами была моя коллега Вита Еленина. Несмотря на напряженную ситуацию и плохие воспоминания о событиях годичной давности, Рижская дума все же согласовала одно мероприятие. Провести митинг разрешили обществу антиглобалистов, протестующих против формы, в которой прошло перенятие Банка Паракс. Скольких людей удалось собрать под своими знаменами этой организации и как прошел митинг, обо всем об этом расскажет Марина Талапина. Сегодняшняя акция протеста на площади республики перед Паракс-банком отличается от прошлогодней акции 13 января на Домской площади. Главное отличие – количество собравшихся на мероприятия. Раньше всех пришли полицейские, которые уже не первый день работают в усиленном режиме. Затем подошли журналисты всех крупных новостных служб Латвии. Ближе к полшестому начали подтягиваться люди. Некоторых представители правоохранительных органов пускать не хотели. Оказывается, что если РПТ митинг, тогда только избранные могут подходить, отказываются. Сейчас убежал, но понял, что так делать нельзя, потому что есть все-таки закон. Наталья Герасимова – рижанка, по профессии переводчик. Освоила также специальность бармена, но работы у нее нет. Она принесла с собой плакат с надписями на английском языке. «Дайте работу, освободите от налогов». Я хочу обратиться, наверное, все-таки к людям, да, а не к правительству, потому что на правительство у меня уже надежды нет. У меня, наверное, хочу обратиться к людям, просто объединиться и сказать свое слово, да, и тогда уже это обращение, может быть, будет услышано. Главный организатор мероприятия – общество антиглобалисты. К ним присоединились еще несколько организаций, в том числе и политических. Некоторые плакаты антиглобалистов полиция возьмет на заметку, хотя они и утверждают, что не хотели никого обидеть и разжигать межнациональную рознь. В теориях заговора фигурирует также очень большая сила, то есть это объединение еврейских банкиров. Но это одна из. Одна из. Это полностью, это не национальная, я не имею национальную рознь, это не означает, что еврейский народ в чем-то виноват. Мы, конечно, фиксируем все это дело, чтобы как-то в дальнейшем учитывать это, но прямо на мероприятие мы никаких действий не предпринимаем, мы хотя зафиксируем это, мы будем просить разъяснения, что это все значит. Но в большинстве случаев оказалось, что и лимонка на флаге это не призыв к насилию, да, и у господина Шишкина угунскрус, так называемый, тоже не свастика. Так что это такой вопрос довольно спорный, и на это специалисты разберутся. Появились здесь и молодые люди, которые избегали камер. В целом, акция прошла мирно, но организаторы не очень остались довольны. Марина Талапина, Игорь Никитенков, телекомпания ТВ5. 13 января, год назад и сейчас. Эту тему сегодня обсуждали и в президентском дворце на встрече главы государства Валдеса Затлерса и премьер-министра Валдеса Домровскиса. Как уже успел отметить глава государства Валдеса Затлерс, минувшие события стали хорошей школой для всех жителей Латвии. Если сравнить ситуацию прошлогоднюю с сегодняшней, то тогда была непрогнозируемая критическая атмосфера. Но кризис мы преодолели именно в тот момент. Теперь остались трудности. Чтобы они не переросли опять в кризис, сейму и правительству необходимо серьезно работать. Нельзя увлекаться предвыборной борьбой и забывать об обществе. Важно обеспечить диалог с обществом. Особенно в тех ситуациях, когда надо принимать тяжелые решения по сокращению бюджета. И то, что такие протесты, как в прошлом году, не повторялись, говорит о том, что стабилизируется не только наша экономика, но и спокойнее становится все общество. Своеобразным эхом январских событий прошлого года, да и вообще экономической ситуации,